Привет! Началось! Лето, жара, потоки пота в общественном транспорте, благо это компенсируется потоками утечек от инсайдеров. Ну, хоть так. Усаживайтесь поудобнее, включайте кондиционеры, открывайте форточки и погнали к новостям. Устала, устала слышать постоянный негатив в сторону Apple, мол не развиваются, ничего не делают, застряли в 2015 году. И поэтому сейчас докажу, что те, кто так считают, не правы. Загибайте пальцы. Факт номер один. На неделе Apple сняли ограничение на скачивание более 150 мегабайт по сотовой сети. Опа! Не ожидали таких инноваций? Новый лимит 200 и этого, как в свое время говорил Билл Гейтс про 640 килобайт, хватит всем. А кому недостаточно, так вы это, пойдите, пересмотрите свои потребности и возвращайтесь через годик-другой, когда 5G появится. Глядишь, к тому времени еще увеличат мегабайт до 300. Ну, чтоб еще чуток инноваций в запасе оставалось. Круто! Правда, теперь непонятно, чем нас будут удивлять на WWDC. Так бы вышли, рассказали со сцены о новом лимите и буря аплодисментов. Упущенная возможность. Кстати, тут утекли скриншоты темная тема iOS 13 и не такая жена черная, ой, простите, темная, как ожидалось. Выглядит, конечно, симпатично, это я без сарказма. Но вот настолько ли глубокий серый эффективен в плане энергосбережения на OLED-экранах, как черный, вопрос. Хотя, думаю, Apple скорее ставили в приоритет не энергопотребление, а эстетику и уменьшение нагрузки на глаза. Как оно на самом деле, узнаем уже завтра в восемь часов вечера. Заодно в iOS 13 обещают подогнать профит для прослушивания на двух наушниках одновременно, но только для смартфонов с Bluetooth 5.0, короче, то, что давно уже есть на тех же самсунгах. Возвращаемся к инновациям. Факт номер два – Apple обновили iPod Touch. Напоминаю, на календаре 2019-ый, и, видимо, поэтому яблочники установили в свой единственный плеер процессор A10 Fusion. Да, двухгодичный, но для четырехдюймового экрана из эпохи iPhone 5 и этого просто с головой. В остальном все как и было, разве что появилась версия на 256 гигабайт за 37 тысяч рублей. Так, что-то не вижу очереди желающих, может надо кому? Хоть кому-нибудь? Нет? Ладно, давайте к третьему факту. По информации инсайдеров, уже этой осенью Apple заменит функцию 3D Touch на длительное удержание с тактильным откликом, как в iPhone XR. Возможных причин две. Первая – прозаична и скучна. Экономия. Пользователи по статистике редко используют 3D Touch. Да и все меньшее количество разработчиков интегрируют поддержку в ПО. Ну и нафига спрашивается платить за дополнительный слой датчиков под экраном, которые требуются для технологии, если в 99% случаев Haptic Touch ака нажатия с виброотдачей работает не хуже. Логично? Логично. Но, как по мне, слишком уж это мелочно даже для Apple, поэтому я скорее склоняюсь к романтично-инновационной версии. Поговаривают, что в 2020-ом купертиновцы планируют полностью изменить дизайн айфона и убрать монобровь, а так как датчики Face ID без нее не разместить, то под нож попадет и сканер экрана. Вместо него сделают отпечаток в экране, ультразвуковой, работающий на большой, а может даже всей площади дисплея. И все бы ничего, но датчики 3D Touch оказались несовместимы с подобной технологией и поэтому их заранее выпиливают. Ускорили неизбежно, ведь даже если бы удалось совместить 3D Touch со сканером, то уверенно с выходом гибких смартфонов от него все равно бы отказались. А Apple таки планирует их выпускать и это факт номер четыре. Вот вам в подтверждение купертиновский патент, судя по которому ребятки решили зайти с козырей и запилить аппарат сгибаемый в двух местах. Ну, как говорится, удачи, тем более с гибкими смартфонами ни у кого пока не сложилось. Mate X еще не вышел, но уже лишился андроида, а Fold две недели назад обещали вот-вот начать продавать, но в итоге отменили все предзаказы. А теперь собираются через пару недель огласить новую дату продаж. Анонс анонса, да. Короче, на рынке инновации пока заходят так себе, благо хватает хорошо зарекомендовавших себя проверенных решений, например таких как CGPods от компании CaseGuru. Впрочем, проверенные не значит скучные, чего только стоит оригинальный кейс-док-станция, симпатичный, удобный для транспортирования алюминиевый тубус с секретом. Покрутил и вот они CGPods, и эффектно, и эффективно. Наушники надежно удерживаются внутри магнитами и гарантированно не вылетят из своих посадочных мест. Подсы доступны в двух классических цветах, белом и черном, и сделаны из приятного на ощупь софт-тач пластика. Благодаря креплению с резиновым якорьком в ухи CGPods сидят как влитые и подойдут для ленивых утренних пробежек, так и для самых активных и потных, мокрых видов спорта. Плавать не рекомендуется, но брызги и капли не проблема. Порадовало полноценное управление сенсорными панелями, громкость, пауза, переключение треков, все под рукой. Когда iTunes Radio случайно подбросит свежий хит Крида, не придется в конвульсиях бежать за телефоном в другую комнату. Ладно, все хорошо, но что там по звуку? А с ним все ок, высокие и средние без завалов, бас рубит как положено, шумоизоляция огонь. Время работы стандартное для true wireless наушников три с половиной часа от одного заряда, плюс три зарядки в кейсе, итого 12-14 часов. Мне хватило с головой. CGPods от Case Guru достойный представитель беспроводных вакуумных наушников, а стоит всего четыре с половиной тысячи рублей. Переходите по ссылке в описании и по промокоду вилса ребята вам еще и бесплатную зарядочку подгонят. Всем качественной музыки, пацаны. СМАРТФОНЫ Давненько не было анонсов смартфонов от Сяоми, могло даже показаться, что они перестали делать нашу жизнь лучше и дешевле, ну а че им? Вон Redmi Note 7 всего за 129 дней разошелся тиражом в 10 миллионов штук, новый рекорд компании. Можно еще только расслабиться, но кажется китайцы просто копили силы и на неделе мощно выступили по всем фронтам. Главный анонс конечно же Redmi K20 Pro, флагман на 855 драконе за 350 долларов, новый мастер скорости, убийца всего и покофон F2 в частности, потому что это он и есть. Redmi с нового года выделили в отдельный бюджетный саббренд, ну и зачем китайцам второй? Поко Парана Покой. Так и не пожил нормально, помянем. С другой стороны, блин, какая разница как называется, если аппарат огненный. Стекло, алюминий, тонкие рамки и никаких лишних дырок и монобровей в Full HD плюс AMOLED экране, без изменений перекочевавшим из Mi 9. 6,4 дюйма, встроенный оптический сканер отпечатка и поддержка технологии DC Dimming, которая устраняет мерцание на минимальной яркости, все точь в точь как у девятки, а вот камеры чуток попроще от Mi 9 SE. Тройничок с основным модулем на 48 мегапикселей, шириком на 13 и телевичком на 8, оптического стабилизатора нет. Не шедеврально, но пойдет. Фронтелка выдвижная, моторизированная, обещают 300 тысяч срабатываний. Учитывая, что аппарат не для инстаблогерш, нормальному парню хватит на 3-4 жизни. Одно хреново, с подобным решением фиг сделаешь влагозащиту, поэтому ее тут и нет. Хотя Xiaomi ее сейчас в принципе не делает. Железо, как и говорила ТОП, 855, оперативки от 6 до 8 гигов, хранилище от 64 до 256, карт памяти нет. Батарейка даже больше чем в Mi 9, 4000 мАч, беспроводной зарядки нет, только быстрая на 27 ватт по шнурку. Чуть не забыла об обычном K20, тоже самое, но у нас Snapdragon 735 и от 290 долларов, пойдет. Но уверена, в наших широтах все будут брать Pro, ну а как иначе нагибать в игрухах. Главное, чтобы пофиксили основной недостаток предшественника – адский троттлинг, а то вроде как и мощный, но уже через 5 минут не так хорошо, как хотелось бы. Продажи в Китае стартовали 1 июня, цены от 362 долларов за 6,64 до 435 за 8,256. Одно но, походу в глобальной версии ценник может быть не такой сладкий и видимо, чтобы его оправдать аппарат в Европе будут продавать под названием Xiaomi 9T Pro. Заодно добавят версию с 12 гигами оперативки, прозрачной спинкой и остается надеяться, что ценник даже такого варианта не перевалит за 500 евро. По утечкам так оно и есть. Вместе со смартфонами Redmi показали и свой первый ноутбук с незамысловатым названием Redmi Book 14. Странно, что без приставки Air, но она видать зарезервирована для более дорогих моделей Xiaomi, от которых новинка честно говоря не особо отличается. Разве что на крышке появилась надпись Redmi, а так все та же клавиатура с подсветкой, клиновидный алюминиевый корпус с привкусом яблока и не самой малой толщиной в полтора сантиметра. Экран матовый IPS Full HD, занимает 81% передней панели, так что благодаря тонким рамкам по габаритам бук с 14-дюймовым экраном даже чуток меньше чем 13-дюймовый MacBook Pro. А вот весит Redmi Book полтора килограмма, типично для современной модели с подобной диагональю. По портам вроде и неплохо, три полноценных USB, два из которых третьей версии и HDMI, но при этом ни одного USB-C и зарядка от фирменного разъема. Время работы от аккумулятора обещают в районе 10 часов, если в реальности окажется хотя бы 6-7 уже победа. База за 570 долларов хорошо сбалансирована. Процессор Intel Core i5 восьмого поколения, 8 гигабайт оперативной памяти и SSD объемом 256 гигов. Никаких жлобских 128 гигов хранилища и прочей дичи. Это приятно. Ну а что уж совсем круто так это дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX250 на 2 гигабайта видеопамяти во всех конфигах. В игровую машину Redmi Book она конечно не превратит, но многие современные игры на средних-низких потянет с приемлемым количеством кадров. Желающие могут дозаказать Core i7 и 512 гиговый SSD, что доведет цены до 720 долларов. Не мало, но все еще в два раза дешевле MacBook Air. Кажется такими темпами Xiaomi уйдет ближе к премиум сегменту, а Redmi займет место народного любимчика и будет пестрить в комментариях к любому видео. Ну и ладно, ведь так ли важно как оно там называется. Кстати, давайте вместе подумаем чего еще не хватает в ассортименте Redmi. На что цены неоправданно завышены даже у Xiaomi и их срочно требуется минимизировать, точнее редмизировать. Пишите в комментариях, как обычно трем самым остроумным и все такое по три тысячи рублей, по прошлому же конкурсу денежные призы получают. Файл Zilla The Great – за точное описание пути, которые прошли если не все, то очень многие поклонники Apple, до слез братка. Sav Ross – за четкое обоснование того, за что мы все еще любим яблоко, экосистема One Love. И Александр Вертеев – за целую простыню, с которой я хоть и не совсем согласна, но тем не менее нашла четкое и внятное обоснование. Всем спасибо за участие, победителей поздравляю и как всегда прошу связаться через нашу победную почту. Intel после всех этих лет наконец-то анонсировали что-то новое, а именно мобильные процессоры Core 10-го поколения на 10-ти нанометровом техпроцессе. Шок, трепет у вас. В Ice Lake добавили поддержку Wi-Fi 6, Thunderbolt 3 и обещают большую энергоэффективность, рост производительности на 15-25% в целом и аж на 250% в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Интегрированное видеоядро 11-го поколения почти в два раза обходит предшественника и позволяет с приемлемым фреймрейтом играть в простенькие современные игры. Например, в CSGO старый Iris Plus выдавал 45 кадров в секунду, а новый уже 70. И все бы хорошо, если бы не пару проблемок – скандал с дырками безопасности не утихает и непонятно, будут ли процессоры 10-го поколения подвержены уже известным уязвимостям и не найдутся ли новые. Вторая же проблема состоит из трех букв – AMD, которые представили Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2 и по совместительству первые 7-ми нанобетровые процессоры для настольных ПК с нереальной энергоэффективностью. Например, то, что раньше жрало 105 Вт, теперь потребляет 565. Неплохо, конечно, но фиг с ним с техпроцессом. Что по производительности? На презентации AMD обещали прирост около 15-30% в сравнении с прошлым поколением и утверждали, что их топовый 12-ядерный Ryzen 9 3900X за 500 долларов сопоставим по скорости с Intel i9-9920 за 1200 долларов. Полноценных тестов еще нет, но, судя по Geekbench, 199-долларовый 6-ядерный Ryzen 5 3600 обходит не только Ryzen 7 1800 прошлого поколения, но и Intel Core i7-8700K, который официально оценен в 360 баксов, но фактически из-за дефицита продается за 400-450. В играх ситуация аналогична и в том же ПБГ AMD 3600 на 6 10% быстрее Intel. И все это не когда-то там через 100 лет, а в продаже 7 июля. Пока Intel боролся сам с собой, AMD вернули свой 2003-й, когда Атлоны в одни ворота обыгрывали Pentium 4 как по цене, так и по производительности. Молодцы. В молодцах на этой неделе Самсунг, которые представили контроллер питания с поддержкой Power Delivery 3.0, способный обеспечить безопасную зарядку на мощности до 100 ватт. С такой мощностью любой современный смартфон можно будет зарядить с 0 до 50 минут за 15, а до 100 минут за 35-40. Огонь. Хотя нет, надеюсь в этот раз все-таки обойдется без огня. Молодцы. Судя по инсайдерской информации, хотели лишить Note 10 физических органов управления, оставить только сенсорные панели, но в итоге таки передумали, молодцы. Это была хорошая новость, а теперь плохая. Десятка скорее всего станет первым флагманом корейцев без 3,5 мм джека, а за ним последуют и остальные. Корейцы считают, что пора уже отпустить джека. В рубрике «Грэбовщик недели» традиционно в гугл. Компания закрывает YouTube Gaming Mall. Всем спасибо, мы опробовали новые функции, но теперь будем развивать игровой контент на основном сервисе. Другими словами, не взлетело и конкуренцию Твичу составить не удалось. Аминь. Google+, Hangouts и сотни других проектов уже ждут новичка на G-кладбище. В кино на этой неделе мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» – редкий сиквел, который ничуть не хуже первой части, но не потому что так хорош, а потому что оригинальный мульт «Звезд с неба не хватал». Авторы вновь точно давят на нужные точки владельцев котиков-собачек, умело обыгрывают типичные повадки домашних любимцев и строят на этом практически все шутки. Чаще удачно, но даже когда не очень, то из-за общей легкости повествования и постоянной смены локаций героев это не напрягает. В мультфильме нет единого сюжета и по большому счету это набор короткометражек, которые лишь в конце с грубыми нитками сшили вместе, но в данном случае и это скорее плюс. Только она начала напрягать линии агрессивно туповатого вечно орущего короля, как история переключается на Макса или его боевую подругу Шпициню. Легко, забавно, местами смешно, 7,5 из 10 от меня. Предупреждение, если вы не любитель животных, смело опускайте оценку на балл, а то и на 2. Правда зачем тогда вообще идти на мульт с названием Тайная жизнь домашних животных и еще и на вторую часть? Think about it. Музыкальная рекомендация недели Бибио с альбомом Ribbons. Простая и незамысловатая на первый взгляд музыка от парня с гитаркой, которая тем не менее уже со второго от третьего трека обволакивает и полностью погружает в свою атмосферу и рисует в голове картинку из детства. Лесная пушка, мерно потрескивающий костер, куча друзей рядом и вожатый, простой парень с гитаркой, напевающий мотивы, от которых так легко и тепло на сердце. В общем, отличная легкая музыка для теплого летнего вечера, благо на этой неделе таких будет немало и каждый можно провести интересно, чего я вам и желаю. Не забывайте ставить лайки, не забывайте про мой телеграм-канал Муз Культура, ссылка есть в описании, пока и до следующего выпуска.